Тумсо, веришь ли ты в то, что Путин не предупредил никого и своего окружения, что собирается начать войну? Ведь он единственный, кто пригнал свою яхту в Россию. Тумсо, ты мой донат пропустил. Ну вот еще вопрос. Скажи, когда ты жил в Чечне, у вас люди пили алкоголь, наркотики? Было такое в республике? Ну, в каких-то масштабах, конечно. Алкоголь, он свободно не продавался. Тот, кто ищет, тот всегда найдет, разумеется. Кто-то наверняка употреблял. Что касается наркотиков, то в основном в моде были всякие таблетки. Аптечные наркотики их так называют, да, аптечными наркоматами. Такие, конечно, представители тоже были. Да и будут всегда. Тумсо, ты смотришь ежедневное интервью помощника президента Зеленского Алексея Арестовича. Так вот, он сказал, что между ФСБ и кадыровцами был конфликт и в результате были даже убиты. Слышал об этом? Нет, я, честно говоря, не слежу за интервью этого человека. Я не знаю, я не слышал об этом. Я не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть. Но он не исключает. У нас во время войны часто бывали такие ситуации, когда даже российские силовые ведомства между собой стрелялись. Типа ГРУ с ФСБ могли перестреляться. Там пременные ОВД представители, ну короче, менты могли там с ФСБшниками или с представителями Минобороны перестреляться. У них такое бывало. Бывало даже так, что посты между собой долбились. Я помню, у нас был пост один с красным флагом СССР. Ну это первая война. Еще когда были вот эти чуваки прокоммунистические. Был с красным флагом и был с российским. И вот они друг с другом тоже долбились очень часто. Томсо, а что им такого? За каждого убитого по 5 лямов думаешь, они против? И еще, за 2 чеченские компании нас сделало террористами. Но теперь Всевышний сделал их самих террористами перед всем миром. Слушай, ты так говоришь, как будто бы 5 лямов. А что такое 5 лямов? Переведи это в евро. 5 лямов это сейчас вообще не деньги. Эти российские рубли, они настолько, это сейчас мусор просто. И он будет только еще более обесцениваться. Там какой-то перспективы этого рубля уже нет. Им придется опять убирать нули, там что-то придумывать с этим рублем. Сейчас это просто, ну ничто. Вот ты, вот смотри, вопросы мне здесь задают 300 рублей. 300 рублей в евро это даже, это не 5, даже не 5 евро. Это сколько это будет? Даже не 3 евро, 2 с чем-то евро. Ты представляешь, это копейки. Это вообще, ну да ничто. Что касается того, как Всевышний какое положение их поставил, да? Да, есть такое. Сегодня россияне стали изгоями. По всему миру блокируются счета российские. Даже здесь открытые. Кстати, мы тоже можем попасть под эти санкции. Не исключено. Но в Австрии, мне писали, что в Австрии уже заблокировали все российские счета в австрийских банках. Есть сообщения от некоторых проживающих в Германии, наших соотечественников, у кого тоже попали под блоки счета. Так что, да, сегодня они почувствовали, каково это. Тумсо, веришь ли ты в то, что Путин не предупредил никого из своего окружения, что собирается начать войну? Ведь он единственный, кто пригнал свою яхту в Россию. Ну смотрите, не предупредил никого, такого быть не может. Понятно, что есть какая-то часть путинского окружения, путинских министров, чиновников, которые, разумеется, должны были быть в курсе. Без этого нельзя было, в принципе, все это как-то подготовить. То есть, разумеется, какая-то часть его приближенных была в курсе. Но очевидно, что массово российские чиновники разных уровней, они не были осведомлены. Я когда впервые увидел лицо Набиулиной, я понял, что она вообще была не в курсе. Что она не была готова к тем санкциям, которые сегодня применил мир в отношении России. Она вообще к этому не готовилась. Она была просто в шоке. Она была настолько озадачена, озабочена тем, что произошло. И те, кто сидели, вот эти все экономисты, они по их лицам видно, насколько они... Ну, я бы применил сейчас слово, не совсем цензурное. Они в шоке, понимаете, они в шоке. Поэтому, разумеется, это истина, что большинство тех, кто должен был быть в курсе для того, чтобы как-то подготовить экономику к этим санкциям, для того, чтобы придумать некую стратегию и тактику борьбы с этими санкциями, выживание под этими санкциями, чтобы вот что-то запланировать, они должны были знать, что это будет происходить, но они этого не знали. Точно так же, как и большинство в этом мире, российские чиновники не думали, что Путин начнет войну. Но он ее начал. А теперь... Теперь он требует от этих чиновников, чтобы они эффективно противодействовали этим санкциям. А те не могут. Отсюда и поникшие лица. Мы ведь с вами понимаем, что без камер там Путин жестко их кроет. что там уже люди чуть ли под дулами пистолетов работают, их заставляют что-то придумывать. Это видно по их лицам. Но удастся ли им сейчас как-то противостоять? Я думаю, нет. Это нереально. С таким давлением этого мира Россия еще никогда не сталкивалась. Но больше всего, конечно, печально. Я как чеченец, я как кавказец, я больше всего, конечно же, переживаю за своих соотечественников. И мне очень, конечно, меня беспокоит то, как будут выживать 90% наших народов. Это, так сказать, тот слой, кого нас называют мискнах. То есть это бедные люди. Это не значит, что они там бездомные, что они нищие. Нет. Но это люди, у которых есть работа, но они работают там за 15 тысяч в месяц, 12 тысяч в месяц, до 20 тысяч рублей в месяц. Большинство у нас так работают. У нас большинство сидит на пенсиях, на пособиях каких-то государственных. Это тоже 12 тысяч в месяц, 10 тысяч в месяц. Они на это живут. У нас большинство людей таксуют. Это тоже в этой где-то категории. До 20 тысяч рублей в месяц люди зарабатывают. Вы представьте, что должны делать эти люди. Вы представляете, насколько на них это сейчас отразится. Насколько им будет тяжело. Вот о чем я сейчас переживаю. Сейчас курс доллара, курс евро взлетел нереально. Эти курсы никогда не вернутся. Даже если сейчас война закончится, всех простят, все будет хорошо, курс никогда обратно не вернется. Никогда не возвращался. Ни разу в истории не было такого кризиса, который бы произошел в России, рубль бы упал, чтобы он потом вернулся на исходные позиции. Такого не было. Он уже не вернется. Это все так и останется. А вот эти люди, которые получали до сих пор, допустим, 12 тысяч, 15 тысяч рублей в месяц и на эту сумму жили, у них было как-то расписано, что они будут столько вот за коммуналку там отдадут, вот столько-то на еду у них отложено, столько-то на лекарства отложено. Что-то там еще умудрялись они откладывать на свою смерть, чтобы их похоронили там достойно. Вот такие люди, представьте, они должны дальше продолжать жить на эту сумму, на эти 15-12 тысяч рублей в месяц. Но покупная способность этих денег, она в два раза уменьшилась. И в ближайшее время люди это ощутят. Уже многие ощущают. То, что олигархи потеряли там свои миллиарды, это мало меня, честно говоря, волнует. Больше всего волнует вот эта категория. Люди бедные. Что они будут делать, когда мясо будет стоить 500 рублей за килограмм, 600 рублей за килограмм. Как они будут кушать это мясо? Зарплаты не поднимут в ближайшее время. Их доходы, они абсолютно не увеличатся. Зарплаты не поднимут в ближайшее время.